Соборное послание святого апостола Иуды Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Луки Святое Благовествование И поднялось все множество их и повели его к Пилату и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать Кесарю, называя себя Христом-Царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод так же, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринейнина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженные неплодные и утробы неродившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их из Аримафии города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницию и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели на гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. И восставши все множество их, ведоши его к Пилату, начавши же нань вадити глаголюще, сегом бритоком развращающий язык наш и возбраняющий кесаревы дань даяти, глаголюще себе Христа Царя Быти. Пилат же, попроси его глаголя, «Ты ли и си царь иудеон?» Он же, отвечав рече ему, «Ты глаголюши». Пилат же, рече к архиереям и народу, «Никое я же обретаю вины в человеке всем, они же крепляху и глаголюще, яко развращает люди, уча по всей иудеи, начен от Галилеи до зде». Пилат же, слышав Галилею, вопроси, «Аще человек галилеянин есть?» И, разумев, яко от области Иродов есть, послай его ко Ироду, сущу и тому в Иерусалиме в те дни. Ирод же, видев Иисуса, рад быть село, бебу желая от много времени видеть его, за не слышаше много о нем и надеющася знамение некое видеть от него бываемо. Вопрошаше же его словесы многие, он же не часов же отвечеваши ему. Стояк уже архиереи книжницы прилежно вадеще нань, укорив же его Ирод свой и своими и поругався, оболк его вризу светлу, возврати его к Пилату. Быстро же си друга, Ирод же и Пилат в той день собою, прежде бы без вражду имуще между собою. Пилат же созва архиереи и князи и люди рече к ним. Приведост то ми человека сего якоразвращающе люди, и си ас пред вами истязав, не единый я же обретаю в человеке всем вины, я же нань вадите. Но не Ирод послал бы его к нему, и сей ничтоже достойной смерти сотворенной есть о нем. Показав оба его отпущу. Нужду же имя на вся праздники отпущать им единого. Возапиши же вси народе глаголище возьмись его отпусти же нам варраву и же без за некую крамулу бывшую в ограде и убийство ввержен в темницу. Паки же Пилат возгласи хотя отпустите Иисуса. Они же возгласах углагоривши распни распни его. Он же третицую речек к ним чтобы зло сотворить сей ничисоже достойной смерти обретого ханем показав его отпущу. Они же прилежах у глаз великими просящие его на распятие и устояв у глаз их и архиерестии. Пилат же посуди быть и прошедью их отпусти же их за крамалу и убийство всажденного темницу его же прошаху и Иисуса же предав воли их. Яков поведоша его емши симона некоего керинея грядущих села возложиши нань крест носите по Иисусе. И дяже же во след его народ мног людей и жены я же плакаху сей рыдаху его обряжьте же к ним Иисус рече чери иерусалимские не плачетесь о мне обаше себе плачете и чад ваших як усе дни грядут вня жарекут блаженны неплоды и утробы я же не родиша и сосы я же не даиша тогда начнут глагол эти горам падите на ны и холмам покрыти ны заня ащи в сурове древес я творят сусе что будет ведя хуже и на два злодея с ним убити и гда придоши на место нарицаем лобное ту распяши его и злодея оба гу оба одесную а другаву ашу и и сус же глагол о отче отпусти им не ведет что творят разделяющи же ризы его метах жребия беже час яко шестый и тьма быть по всей земли до часа девятого и померче солнце и завеса церковная раздразя посреде и возглажь глазом верием Иисус рече отче в руки твои предаю дух мой и сей рек и и и видев же сотник бывшая прослави Бога глаголе по истину человек сей праведен бед и все пришедшие на родину позор сей видящи бывающая бьющи перси своя возвращакуся стоях уже все знаемые его издалече и жены споследствовавшие ему от Галилеи зря сих и сей муж именем Иосиф советник сей муж благ и праведен сей небе пристал совету и делу их от арим афея грады иудейска и жеча и ше и той царствие божие сей приступли к пилату проси тела Иисусова и сей и сей обид плащ и положи его гроб и иссеч вне в небе никто никогда же положен и день в пяток и суббота святашем во во посет ше шедши жены я жебяху пришли с ним от галереи видиша гроб и якоп положено бысь тело его возвравшись же уготовыша ароматы и мира и в субботу оба умолчаша по заповеди вот знамени какие сотворил господь иисус прежде чем зашел на крест шедши говорит возвести то и ану я же видисто и слышисто я ко слепи прозирает хроми и ходи ходят прокажения очищаются глуси слышат мертвые восстают нищие благовествуют и блажен есть и же ащи не соблазнится мне и так много знамений какие сотворил господь иисус но нам надлежит ведать что каждая из них кроме буквального имеет иносказательный смысл что слепи прозирают вот что значит внимающий надежде мира сего слеп есть если же он оставя ее вперед взор в ожидаемую надежду то он прозрел равным образом хроми и ходят значит вот что желающий бога и любящий плотские мудрования сердца хром есть но если он оставит эти последние и возлюбит бога от всего сердца своего то он начнет ходить право таким же образом опять глуси и слышат вот что есть находящийся в состоянии рассеяния в развлечениях живущий глух есть по причине пленения его внимание внешними вещами и забвения должного если же он упразднится от всего то станет слышать и это прокажение очищается вот что есть в законе моисеевом написано да не внидит в дом господа нечистый то есть имеющий вражду к ближнему или ненависть или зависть или осуждение если же кто оставит это то он станет и чист и так когда прозрит слепой станет ходить хромой слышать глухой очистится прокаженный тогда человек бывший мертвым через сия через означаемые тем нравственные повреждения во время нерадения восставляется и обновляется и потом благовествует чувствами своими которые скудны были святыми добродетелями что он прозрел стал ходить и слышать и очистился оправдание такое представить ты должен крестившему тебя вот что есть крещение злострадание озлобление плоти со смирением и безмолви ибо об Иане написано что одежда его была из верблюжьих волос и пояс ременные опоясывал чресло его и был он в пустыне это есть знак злострадания оно первое очищает человека если кто потрудится приобретает его а когда приобретет его себе тогда открывает себе путь взойти на крест крест есть знамение будущего бессмерти заключив прежде уста фарисеем и саддукеем саддукеи представляют образ неверия а фарисеи вселукавства лицемерия и тщеславия как написано ниже смея кто от того дне вопросите его к тому наконец послал господь Петра и Иоанна уготовить пасху это образ того что когда ум увидит себя ничем не обладаемым то приготовляется к бессмертию собирая чувства своего едина и делая их единым телом через питание их причащением от господа опять что Иисус молился говоря ащи возможно есть да мимо идет от меня чаша сия в час сей это она слово ибо когда ум восхощет зайти на крест то имеет нужду во многой молитве и многих слезах и во всецелом предании себя богу прося помощи у благости его да будет она укрепительницей и хранительницей его пока не восставит его во святом и неоскудевающем обновлении потому что велика бывает опасность в час креста молясь же имеет он нужду чтобы с ним был Петр Иоанн Иаков кое суть вера здравая мужественное отупование сердца и любовь к богу вот значение того что нас ради было самим владыкой возлюбленным господом богом нашим иисусом который был для нас образом во всем как сказал апостол яко разуметь его и силу воскресения его и сообщение страстей его сообразуйся смерти его аще как удостигну воскресения мертвых желч который вкусил он за нас внушает нам истреблять в себе всякую похоть злую и заключать уста свои и не давать никакой из них выходить из тела и делом совершаться оцет который вкусил он за нас внушает нам погашать всякой самоволии и всякую мятежность суетную заплевание которым оплевали его за нас внушает нам подавлять всякое человекоугодие и всякое желание славы мира сего терновый венец который сплели и возложили на главу его внушает нам переносить порицание даже повсечастное и без смущения претерпевать всякие укоризны трость кое били по главе его за нас внушает нам всегда имея на главе шлем смирена мудря погашать всякую гордыню вражескую пред предание господа иисуса набичевание предраспятием внушает нам ни во что вменять всякое человеческое поношение и позор а разделение рис его с бросанием жребия причем сам он прибыл несмущенным внушает нам презирать все мирское прежде чем взыдем на крест по слову апостола разграбление имений ваших с радостью приясти видящие иметь о себе имение лучше на небесах все сие должен сделать человек чтобы возмочь взойти на крест и если ты не сделаешь того что сделал он по силе твоей как человек то невозможешь взойти на крест что был час шестой когда жестокосердые распяли его нашего ради спасения это пример нам чтобы силою вооружались против всякого уныния и малодушия пока умрет грех по написанному что он крестом убил вражду что когда был час девятый возопил глазом велием Иисус Элои Элои Лема Савахфани нам пример что по терпеливом подъятии скорбных подвигов против страстей пока погаснут воспринимали мы наконец деразновение всмиренно мудри вопиять к Богу что после померкнутья солнца предал он дух свой указание нам есть что если ум освободиться от всякой надежды мира сего видимого то это служит признаком того что грех умер в тебе что церковная завеса разодралась надвое с верхнего края до нижнего это образ того что если ум освободиться от страстей то средостение между им и Богом отходит что камни распались и гробы отверзлись это нам образ того что когда совершится в нас оная смерть греху тогда всякая тяжесть и слепота и все сопротивное душе расторгается и чувства умершие и плод приносившие смерти начинают здравствовать восстав непобедимыми что он был повит плащаницей чистой с ароматами это нам образ того что после оной смерти греху святость бывает повита и нетление упокоивает ее что положили его во гроб новый в коем никто еще полагаем не был и привалили камень великий ко входу в него это нам образ того что когда ум освободится от всего и воссубботствует то бывает уже в другом веке новом новое мудрствует внимает тому в чем нет ничего тленного и о нетленном помышляет прочее и держит тело труп там соберутся и орли что он воскрес во славе отца своего и что вошел на небеса и сел одесную величестве на высоких нам пример по слову апостола а еще оба воскреснусь со христом вышних ищите и где же есть христос одесную бога сидя горне мудрствуйте а не земная ум росте бо имя имя его честное творящая милость бывшая для святых образом во всем сильно есть заступиться за немощь нашу и по нищете нашей простит нам грехи наши чтобы мы обрели милость со всеми достойными ее аминь живые в помощи вышняго в крови бога небесного во дворица речет господи везаступник мой истин прибежище мое бог мой и уповай на него яко то избавят от святи ловчи и от слависи мятежно плечма своем осенит тебя и под крыле его надеяшися оружием обытит тебя истинно его не убоишися от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей бесополуденного подет от страны твоя тысяча и тьма одесную тебе к тебе же не приближится обача чим от твоим осмотришь и воздаяния грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твое не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках вознут тебя да никогда преткнешь оками ногу твою на спидай василиска наступиши попереши льва и змия яко на мяупова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое помилуй мя боже помилуй мя яко на теплого душа моя и на сень крылу твоею надеюсь от он лишь прийдет беззаконие воззову к Богу Вышнему Богу благодейшему мне посла с небесей спасение мя дадив поношение попирающее имя посла Бог милость свою и истину свою и избави душу мою от среды скивнов поспак с мужчин сыновей человечести и зубы их оружие и стрелы и язык их меч остр вознесись на небеса Божие и по всей земле слава Твоя сеть уготоваша ногам моим и сляко душу мою ископаша предлеценно им яму и в подошвню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рано исповемся тебе в людям Господи и воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя вознесися на небеса Божий по всей земле слава Твоя воздвиги Господь сохранит Те от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Испогоди нас, Владыка, с одержанением неотвестеном. Смейте призывать и Тебе, небесного Бога, Богца и Двагоди. Господь сохранит вхождение Твое, небесного Бога, Богца и Двагоди. Господь сохранит вхождение Твое, небесного Бога, Богца и Двагоди. Господь сохранит вхождение Твое, небесного Бога, Богца и Двагоди. Господь сохранит вхождение Твое, небесного Бога, Богца и Двагоди. Господь сохранит вхождение Твое, небесного Бога, Богца и Двагоди. Господь сохранит вхождение Твое, небесного Бога, Богца и Двагоди. Царица моя, преблагая, надежда моя, Богородице, приятели честиры и страны предстательницы, скорбящих радостей, победимых по крови темнице. зрищи мою леду, зрищи мою вскорь, помази ми, яко небошно, окорми ми, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волеши, яко неима, иные помощи разве тебе, ни иные обрестательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя, и покрыеши во веки веков. Аминь. Звучит песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»